Здравствуйте дорогие друзья, с вами как всегда я Артем и рубрика Hard News. В прошлом видео я говорил, что рубрика в этом году уже заканчивается, но все-таки решил записать уже точно последний выпуск. Почему? Да потому что появились якобы новые тесты процессора AMD Zen от печатного французского журнала и фишка в том, что они опубликовали эти тесты несмотря на то, что действует запрет, так называемый NDA. И сейчас про это поговорим более подробно. В предыдущем видео я уже говорил о том, что якобы Zen протестировали в нескольких бенчмарках, в частности это Cinebench R15, где процессор набрал 1188 баллов. Однако якобы появилась информация о том, что на самом деле под видом Zen был протестирован процессор Xeon 2660. Однако и здесь есть какая-то путаница, потому что я посмотрел результаты этого процессора в Cinebench R15. И даже в разгоне до 2893 МГц, в базе у него 2200 МГц, Xeon 2660 не выдает более 10000-10 баллов. Здесь же на скриншоте 1188. Поэтому вообще какие-то полные непонятки. Ну а теперь непосредственно переходим к якобы совершенно новым тестам, которые пока еще не подвергались какому-то опровержению. Тесты появились в печатном издании, вы не ослышались, в печатном, то есть на бумажных страницах. Журнал называется Canard PC Hardware, это французский журнал. И, к сожалению, снимки очень низкого качества, потому что они отсканированы. Так вот, якобы им попался процессор AMD Ryzen под маркировкой 2D 3151A2M88E. Номинал 3,15 ГГц, в Turbo Boost 3,3 ГГц, это для всех ядер, и для 1 потока 3,5 ГГц. В итоге процессор в бенчмарках занял второе место после i7-6900K, тестировали его в блендере, в 3ds Max и так далее. Также энкод видео H.264, H.265 и новая архитектура оказалась намного быстрее, чем FX 8370. Примерно наполовину. Теперь игры Far Cry 4, далее Grid Autosport, Battlefield 4, Witcher 3 и другие игры. Здесь ситуация вообще неоднозначная. Якобы процессор AMD Ryzen располагается между процессорами i5-6600 и i5-6500 от Intel, соответственно. И непонятно, почему на графиках за 100% взят именно процессор i5-6600, а не какой-то другой. Ну и последний тест, это энергопотребление, которое составляет всего 93 Вт, что очень-очень впечатляет для восьмиядерного чипа. В общем, ситуация вот такая странная. Она очень похожа на первые тесты, где якобы под видом Ryzen тестировался Xeon 2660 и у французов нечто похожее получилось, хотя якобы у них все-таки в тестах был Ryzen. Возможно, это был инженерный образец. В принципе, насколько я понял, там на страницах журнала об этом что-то говорится. Там полностью все на французском языке, поэтому, как говорится, если знаете язык, можете что-то попытаться перевести. Но сканы не очень высокого качества, вы сами их видели. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Мне будет интересно прочитать, обязательно оставляйте свои какие-то мнения. Пока все очень неоднозначно и ничего не ясно, поэтому придется все-таки ждать января. Что ж, ставьте большие пальцы вверх. Обязательно, как я и говорил, уже в сотый раз оставляйте свои комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, посещайте мой сайт, подписывайтесь на второй канал и не забывайте делиться видео с друзьями в социальных сетях. Чем больше вы поделитесь роликами, тем больше у меня будет новых возможностей брать интересные девайсы на обзоры. И до встречи в следующих видео. Пока-пока!